Девятого мая президент США Джо Байден символично подписал закон о Ленд-Лизе для Украины, тем самым напомнив, Америка всегда ставит на победителей. Лидеры других цивилизованных стран и представителей Североатлантического альянса также, наконец-то, не стесняясь, в открытую говорят о готовности поддержать Украину в полномасштабной войне с Россией. До победного! У Украины есть фундаментальное право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, и союзники и партнеры по НАТО будут продолжать помогать Украине отстаивать это право, предоставляя военную технику, финансовую и гуманитарную помощь. Украина весьма ценный партнер, которого мы поддерживали и продолжаем поддерживать, и союзники также усиливают поддержку. Мы согласны с тем, что Украина принадлежит европейской семье. Мы работаем над тем, чтобы и в дальнейшем сопровождать ее на пути к нашей общей Европе. Пистолеты и танки не могут подавить народ, борющийся за свою независимость. Поэтому я верю и знаю, что Украина победит. Однако такое единство Запада в отношении помощи Украине. И тем более, вера в ее победу были не всегда. По мнению ряда экспертов, в начале полномасштабного вторжения государства пытались слить, о чем с нескрываемой радостью и победобесием писали российские пропагандистские ресурсы. Что уж говорить о скепсисе европейских лидеров в отношении просьб президента Украины Владимира Зеленского вести против России превентивные санкции во избежание большой войны. В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников в начале декабря 2021-го статье для аналитического центра Atlantic Council предупреждал Запад о возможных последствиях полномасштабной войны в Украине. Но международное сообщество в большинстве своем, похоже, не воспринимало заявления первых лиц Украины всерьез. Ведь о каком ущербе и глобальных последствиях для мировой экономики и коллективной безопасности может идти речь, если Россия, как предполагалось, просто быстро поглотит Украину, а то даже сопротивляться не будет. Мол, все давно знают, что Россия периодически развязывает военные конфликты. Потом наступает заморозка с оккупацией чужих территорий. Зато продолжаются поставки нефти и газа. И все идет, так сказать, своим чередом. Но Украине удалось удивить весь мир. Мир действительно не верил в то, что Украина может противостоять в этой войне. Более того, никто даже не мог теоретически думать, что Украина может победить. Все просто сходились во мнении, она проиграет за два дня, или за неделю, или за месяц. Но уже идет третий месяц войны, и сегодня все мировые лидеры говорят о второй фазе войны, где Украина должна идти в контратаку, отвоевывать свои территории и выводить врага за границы своего государства. Так что же заставило мир прозреть? Правда ли, что для Украины открылись двери в НАТО и ЕС? И как теперь будет выстраиваться система безопасности в Европе? С украинцами недопустимы никакие разговоры, потому что само понятие «украинский народ» придумано немцами. Звучит, как очередное заявление главы российского МИДа, шовиниста-украинофоба Лаврова, не правда ли? Или, скажем, как кусок, не вошедший в речь Путина. Той, где сумасшедший диктатор, перевирая историю, убеждает, что Украину якобы Ленин создал. Но нет. Это фрагмент методички российского историка Павла Милюкова, подготовленной для выступления российской делегации на Парижской мирной конференции, в рамках которой подводились итоги Первой мировой войны. Имперец Милюков опасался и объяснял. Цитата. «Пока существует отдельный народ, до тех пор притязания на свое отдельное государство всегда будут иметь почву и обоснованность». Это всего лишь один пример, который демонстрирует. Российская пропаганда о россиянах и украинцах, как о якобы едином народе, навязывалась давно. Современная путинская Россия только подхватила этот тренд и продолжала продвигать его на международной арене. Мол, зачем изобретать велосипед, если можно все так же лепить из Украины terra incognita, в сознании как простых россиян, так и европейцев. То есть отрицать существование украинского народа как такового. Называть украинцев малоросами или младшими братьями. Отрицать наличие украинского языка и, конечно же, присваивать тысячелетнюю историю и культуру Украины себе. Вспомнить хотя бы кейс о королеве Франции, а не Ярославне. До дочери киевского князя Ярослава Мудрого, которая известна в Европе именно как Анна Киевская. Ежегодно современная Россия вкладывала огромные ресурсы в пропаганду, задача которой была выставлять Украину за рубежом как российский сателлит. Неудивительно, что Украину и Россию часто путали. Простые граждане европейских стран, вероятно, по невежеству. Ведь до начала войны России в 2014-м представление об Украине строилось на гремучей смеси стереотипа поля сала, шаровары борщ. К слову, может, поэтому за присвоение последнего Токарияна выступает представительница МИДа РФ Захарова. Нельзя было делиться борщом. Ну нельзя. Он должен был принадлежать только кому-то одному. Только кому-то одному. Какому-то одному народу. Одной национальности. А так, чтобы он был общий, но и компромиссы идти не хотели. Так это и есть то, о чем мы говорим. Ксенофобия. Нацизм. Экстремизм во всех видах. Но даже после 2014-го с оккупации России, Крыма и Донбасса, благодаря активной работе российского лобби за рубежом, периодически возникали инциденты с присваиванием украинских территорий Российской Федерации. Так, обозначением Крыма российским в разное время грешили и футбольная лига Испании, и французская телекомпания France Televisions. И даже американская компания Apple и издания The New York Times и так далее. Более того, не так давно, в сентябре 2021 года, отличились авторы одного итальянского учебника по географии. Они обозначили как часть России Беларусь, Молдову, Латвию, Литву и Украину. Большинство горе-картографов ошибки признавали. Другие упорно, вопреки международному праву, на протяжении долгого времени называли Крымский полуостров, спорной территории, ссылаясь на фейковый референдум. Также отчаянно прикормленные Москвой партией эксперты говорили о военном конфликте, который развязала Россия на Донбассе, как о якобы гражданской войне, называя российских боевиков ополченцами. Параллельно с разгоном кремлевского нарратива не все так однозначно подливали масло в огонь и коррупционные скандалы, в которых фигурировали украинские бизнесмены и должностные лица. В общем, все это могло формировать у европейского обывателя не самое лучшее мнение об Украине. Но полномасштабное вторжение России в Украину, как ни парадоксально, расставило все точки над «и». Так почему наконец-то у цивилизованного мира исчезли сомнения насчет того, кто на самом деле пострадавшая сторона, а кто агрессор? Украина не была скована своими старыми мифами, такими как коррупция и кумовство, а наоборот раскрылась с точки зрения потенциала своего населения, своей армии и своих героев. И она продемонстрировала, что это суперсовременное, мощное, классное государство, которое готово обороняться, которое готово отстаивать ценности, которое готово отстаивать европейские и западные ценности. Не только заниматься самопожертвами, а вот как раз-таки бороться и побеждать за демократию, против автократии. И мир влюбился в это. Люди увидели, что страна в 20 раз меньшим масштабом борется, доказывает, побеждает. И они тоже захотели быть причастны к этой истории, политике. А население этих стран, они сказали действительно, это храбрость и смелость украинского народа заслуживает того, чтобы их поддержать, чтобы им помочь. Кроме того, что украинцы смогли достучаться до сердец европейцев, а это в свою очередь повлекло за собой включение лидеров их стран, прозрению запада способствовало осознание того, что на самом деле представляет из себя Россия, говорят эксперты. Ведь после бесчинства российской армии в Украине, поддержки большинством россиян военных преступлений, кровожадной политики своего руководства, западу, похоже, стало страшно по-настоящему. Добавьте сюда диктатора-шантажиста с ядерной кнопкой и оголтелых кремлевских пропагандистов, которые с завидной периодичностью грозят Европе расправой за антироссийские санкции. На фоне этого имидж России как солидного партнера и уж тем более как гаранта безопасности, естественно, затрещал по швам. То, что Путин был не рукопожатым персонажем, было изначально понятно. Просто его в какой-то момент начали втягивать, да, и все помнят преобразование G7 в G8, когда пригласили Россию, все его думали, такой некий ренессанс бывшего Советского Союза. А потом увидели и поняли, что действительно это человек, который недостоин быть в среде образованных государств, государств мирных, это просто бандит с заточкой, который каждый раз, если кто-то отвернется, пытается бить его просто в спину. А это путинская Россия, да, это надо признать, это надо зафиксировать. И изнасилованные дети в буче как раз тому доказательство. И люди, мирные убители, убитые десятки тысяч людей в Мариуполе, я к этому доказательство. И разрушение Харькова, Киева и многих других городов к этому доказательству. К слову, 10 мая Сейм Литвы единогласно приняло резолюцию, в которой признало Россию государством-террористом. Аналогичный документ зарегистрировали в Сенате США. Теперь предстоит рассмотрение госсекретарем. На сегодняшний день американцами присвоен статус стран-террористов Кубе, Сирии, Ирану и Северной Кореи. Помимо испорченного реноме, не стоит забывать и об экономических последствиях агрессивной политики. Россия уже стала мировым антирекордсменом по количеству санкций. От некогда государства-партнера, поставщика энергоресурсов, теперь в мире шарахаются как от огня. Что до поставок нефти, в качестве альтернативы рассматривают даже подсанкционную Венесуэлу. Полномасштабная война России против Украины заставила Запад задуматься и о переделе системы коллективной безопасности. Сейчас Украина фактически препятствует сумасшедшим планам Путина пойти войной против всей Европы. Следовательно, Украина как никто заслуживает полноправного членства в семье европейских стран, говорят эксперты. 9 мая Украина передала Еврокомиссии вторую часть анкеты для получения статуса кандидата на присоединение к Европейскому Союзу. Специальная комиссия оценит заявку в июне. Но даже если Украине присвоят статус кандидата на вступление, чтобы стать полноценным членом Союза, в стране придется провести ряд необходимых реформ, а затем получить одобрение от всех 27 стран блока. Вместе с тем, президент Франции Макрон предполагает, что вступление Украины в ЕС может затянуться на десятилетие и закидывает удочку о создании некоего европейского клуба стран за пределами Евросоюза, куда могла бы войти и Украина. Политолог Николай Давыдюк считает, предложение Украине, какого бы то ни было союза вокруг ЕС, но не ЕС, это подыгрывание России. Если такой номер мог бы пройти раньше, то никак не сейчас. Макрон может играть в две игры, если говорить напрямую с французами, где больше 70%, практически 80%, поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Сможет ли Макрон с ними спорить? Нет. Сейчас времена требуют принятия решений. Правильных решений. Усидеть на двух стульях не удастся, считают эксперты. Не исключено, что переобуваться в воздухе начнут даже одиозные персонажи. Остатки неких старых политических элит, которые готовы были брать деньги у Путина и подыгрывать ему. Но сегодня это стало уже непристойно. И любой политик, который сегодня пытается, например, Герхард Шрёдер, который пытается где-то как-то выгораживать Путина, ну, выглядит очень смешно. Что касается перспектив Украины стать членом НАТО, посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто на днях заявил, что Будапешт не будет выступать против желания Киева присоединиться к Альянсу. Это очень показательно, учитывая то, что Венгрия годами систематически препятствовала любым евроатлантическим усилиям Украины. Однако вряд ли такие заявления делаются с целью поддержать Украину, считает политический аналитик Константин Игначук. Скорее, это такой себе финт ушами, ведь Венгрия всё ещё выступает категорически против эмбарго на российскую нефть. А именно сейчас страны принимают решение насчёт введения шестого пакета санкций против РФ. А нужно ли членство в ЕС и НАТО самой Украине? Всё же есть геополитические расклады, большая глобальная игра, и, наверное, всё же нам усиливаться было бы неплохо как минимум одним из этих союзов. Почему? Потому что, скажем, а если Россия не развалится? Мы её победили, она не развалилась, и они потом начинают играть против нас, создавая некие свои союзы. Если мы будем не защищены большим глобальным союзом типа ЕС или НАТО, нам действительно будет тяжело противостоять, потому что униженные, разбитые русские 20-30 лет будут забирать последние силы, объедать своих пенсионеров и детей, лишь бы только отомстить Украину. Как бы то ни было, если Украина всё-таки по каким-то причинам не станет членом Альянса, это будет скорее проблема для НАТО, чем для Украины, говорят эксперты. Единственная армия, умеющая успешно противостоять агрессору, это лучший актив, о котором НАТО только могло бы мечтать. Нет, репутация Украины, как я уже сказал, будет зашкаливать в следующие годы. Репутация Альянса, не пожелавшего вмешаться, наоборот упадёт. Не исключено даже, что Украина будет в состоянии создать свой военный союз. В нём вполне логично смотрелось бы Грузия, Польша, страны Балтии, Молдовы, возможно, даже Финляндия. Да, у этого регионального союза не будет ядерного оружия, но у него будут вооружённые силы Украины и их опыт победы над российской армией. А Россия — единственный источник опасности в Восточной Европе. Подытожим. Украина сейчас единственная европейская страна, которая переживает такие немыслимые для 21 века страдания ради того, чтобы оставаться свободной, независимой и строить своё будущее вместе с цивилизованным миром. До конца непонятно, получит ли Украина членство в НАТО и ЕС. Однако нет сомнений в том, что её в любом случае ждёт развитие, процветание, новые возможности и, конечно же, победа над Россией. Ведь она уже показала всему Западу, что означает настоящая борьба за демократию и отстаивание права жить в соответствии с европейскими ценностями. Субтитры создавал DimaTorzok